Здравия, соратники, воины! Благодарю за высокую оценку предыдущего видео по храму, так называемому храму Генштабу РПЦ, потому что действительно он построен на интересном месте, там кладбище было, там были бои, и он весь окружен. Но там звезда, крепость звезда была, это тоже многие заметили, и многие заметили еще много интересных вещей, почитайте в комментарии, интересно. Но многие называют меня злыбнем, злопыхателем, язвой и так далее, потому что мало одних совпадений с похоронными ленточками, с методом написания дат как эпитафия. Хотя многие признали, что да, действительно была так называемая победа 45-2020, и сейчас они празднуют именно эту победу в войне, которая шла не с 41-го по 45-й, а в войне, которая шла с 45-го по 2020, и сейчас они истинно празднуют победу этим парадом. Многие поняли, и я сейчас докажу, что это правильная догадка, что победа в войне, которая шла с 45-го по 2020, и мы пришли к завершающей фазе. И наша победа вот именно так сейчас выглядит, похороненная. Именно так вяжут ленточку, именно так ленточку отделяют одной датой от другой. Вот примерно так. Не случайно, символизм везде, но немногие люди все-таки не хотят верить, не хотят принимать очевидный символизм, когда сначала идут символы, потом что-то происходит в материальном мире. Они далеки от магии, бог с ним. Но сейчас я для таких людей расскажу еще немножко из того, что я не рассказал про этот храм в Глазике, который там, видимо, им мало. Они хотят верить в то, что у нас действительно есть человеческая власть, которая заботится о замечательной жизни людей. Давайте я расскажу то, что я не рассказал. Часть из этого. ...такого фундаментального сооружения. Исаки построили за... Например, платье этой, как бы сказать, репортерши сначала было серое, потом оно было красное, удивительно, а сейчас оно вот такое. Удивительное совпадение, потому что именно такое платье было у Кейт, которая родила нам мелкую королеву нашего мира. Совпадение, как говорится, не думаю, не бывает такого количества совпадений, потому что, как мы увидели, с платьем проблем нет. Платье могут быть любые, но и обувь, и платьишко такое же. Почему? Потому что именно такое платье носила одна главная героиня, которая родила в одном фильме ужасов, Люцифера в наш мир. Совпадений на таком уровне, на таком уровне символизма, на том языке, на котором с нами говорят, не бывает. Совпадений там полно. Но совпадающие совпадения, вот символ Первой Советы Европы, совершенно другая сущность и почему-то одинаковая поза. Одинаковая поза не только здесь, которую на самом деле закрывают, скрывают от народа, но и здесь кое-что. Ну вот я не верю в такие совпадения в том уровне символизма, который презентован в этом так называемом храме. Можно называть меня злыднем, язвой, троллем, как угодно, но вот я не верю в такие совпадения. Ничего в этом так называемом храме случайного не бывает. На него собирали 13-е зарплаты у военных, 13-е. Очень долго, это мне пишут в комментарии. Там действительно много-много чего интересного. Я, мягко говоря, не все сказал. Но вернемся к похоронам Победы. 1945 года со знаменем Советского Союза и сотрудники полиции задержали по выдуманным обстоятельствам, по липовым начали сначала на старте убеждать нас ничего не делать, не ехать на машинах с флагами. Затем остановили нас на дороге в Елизово, недалеко от аэропорта, перекрестка. Получается, что мы не можем на своей земле проехать флагом наших дедов со знаменем Победы. Вот делайте выводы, в каком государстве мы живем. На каждого водителя, у которого были флаги, знамя Победы и знамя Советского Союза, на каждого заводится административное дело. И я даже понял, что фашистствующие структуры современной Российской Федерации хотят забрать эти флаги, то есть знамя Победы будут изымать у граждан. Но вот опять-таки же мы видим, во что превратилась Российская Федерация, демократическое, как бы в кавычках, государство. На уровне магии нужно победить символ. Чтобы победить что-то на материи, нужно победить на уровне магии сначала. Вот идет борьба с символами, с памятниками, с флагами. Что сделали с флагами на новом параде, я еще расскажу. Это унижение всех унижений. За что воевали граждане СССР? За что отдали миллионы жизней? Для чего самоотверженно трудились в тылу? Самый простой ответ – название известного фильма. Они сражались за родину. В той войне наши предки защищали не просто свою отчизну, а советскую, социалистическую родину. Сегодня подменяются и вычеркиваются из истории символы той победы. Драпируются мавзолей, стирают серп и молот на красном знамени. Что сказали бы на все это уже ушедшие из жизни ветераны и труженики тыла? Насколько нынешняя Россия походит на будущее, за которое наши деды и прадеды сражались, не щадя своей жизни? И какое отношение к той великой победе имеем сегодня мы, кроме того, что ее добыли наши предки? Можно было бы ответить – никакого. Но есть еще люди, которые понимают, что совершили наши деды и прадеды, за что они бились и от чего спасли мир. Эта память жива, а значит, и та великая победа пока еще... Вот оно ключевое отличие. Даже не в фонтане, чтобы смыть все это. Реальный фонтан допотопный на лобном месте возродили. Даже не в музыке «Глинка, славься, славься, Русь». Даже не в том, что реальные победители были. А в том, что это было 24-го числа, потому что 22-го июня Гитлер напал. Это день солнцестояния, самый длинный день. И уже 24-го идет убавление солнечного дня. То есть, завязав какой-то процесс с солнышком, потом можно его направить либо на унижение, понижение, как сейчас сделано в данном случае, а потому что завязали проход немецких флагов. Немецких фашистских флагов, которые сожгли. А у нас какие флаги сожгли? Товарищ Сталин был не дурак. Он знал, что в какое время назначать и что как должно происходить. Без всякого перекреститься на выезде. Реальные победители реально, магически похоронили фашизм. 24-го числа. А что похоронили у нас? Товарищ Сталин, который родился официально 24-го декабря, то есть, в Рождество, то есть, в первый день, когда после солнцестояния, первый день, когда прибавляется солнышко на восходе, он знал, что делает. Это великий маг и шаман. Об этом есть много материалов. Так вот, он сделал парад, он подобрал музыку, он собрал лучших людей, он собрал определенные флаги. Посмотрите, как несут флаги, как винтовки. Именно победа. Все, можно не воевать. Есть флаги на плече. И это именно знамена, они с навершиями. Посмотрите, наверху такие вот типа копья. Это символизм. Случайностей там не бывает. Посмотрите, весь парад я специально выложил пару дней ранее. Этот парад кардинально отличается от той порнографии, которую нам показывают. И сейчас я ее разберу. Вот они, все флаги под определенным углом. Если они вперед, значит в атаку идут люди. В параде 20-го года в атаку шли только, бля, китайцы. У меня слов нет, извините, будут маты иногда. Язык матерещины, язык войны, можно сказать. Язык войны. Поэтому, извиняюсь, можете убрать детей от экрана. Итак, это совершенно другой парад. И об этом я и хочу показать. Вот в чем коренное отличие. Вот поэтому он был 24-го. В так называемый день рождения масонов, всей масонерии. Потому что солнце идет на убыль. Это магическая ключевая дата. Не случайно всякое говно начинается 24-го июня. И через неделю после определенной даты, как обрезание Господней и так далее. Ну, это все сказки. Но, тем не менее, через неделю кое-что происходит после этой первой даты. Я имею в виду 1 января. И также 1 июля тоже определенная ключевая дата. Красавцы. Вот это просто легенды. Как говорит товарищ Станин, ласточки, пехоты. Ну, вернемся к нашим баранам. Просто к нашим баранам, иначе не сказать. Барановирусом и прочее. Вот шушукается с генеральшей, наверное. Вот обрезанные крылья. Вот флаг, который я сейчас разберу. Немножечко. Как все там было, как унизили наш флаг. Смотрите, вынос флага. Казалось бы, все нормально. Ничего особенного. Два флага. Но посмотрите на первый и второй. Вот в чем разница, что называется. Вот, прекрасно показывает. Смотрим. Высота. Первого и второго. Почему, если парад победы первым идет этот власовский триколор? Случайность? Почему он выше, чуть не в два раза, чтобы показать его главный? И самое главное. Смотрите, он развивается. А второе специально заклеили. Смотрите, ветер пытается его размотать. Не дают. Оно свернутое. Свернутое знамя победы. А свернутые знамена протаскивают. Если это фашистские знамена были, например. Вот оно развивается. А то было свернутое знамя. И это не случайность. Случайностей не бывает. Я в них не верю. Свернутое, приниженное знамя победы. Даже не знамя, а флаг. Потому что знамя, оно с навершием, наконечником. Его убрали. На балдашник какую-то поставили. Затычку. Смотрите. Один флаг. Большой и развивается. Он победил. За ним след идет. Как на параде победы 45-го года. Знамена врага. Поверженные, свернутые, тащат. Один в один. Победили власовцы, торговая компания. И они устроили свой победы. Свой парад победы. Войны, которая шла с 945-го по 2020-й. И они хоронят нашу победу. Случайностей повторяю. Но я не верю. Кто-то верит, пожалуйста. Не мешаю. Но протащили знамя победы, не флаг. Свернутым. По желтой дорожке. Магической масонской желтой дорожке. Черный галстук. У одного. Черный. Посмотрите рост. Высота флагов. Специально показал. Его, когда уже свернули, ему позволили раскрыться. Ну как же масону-то не перекреститься? Да куда же без этого-то? Кто? Ветеранша сидит или генеральша? Да, а вот речь можно поразбирать поподробнее. Тут есть интереснейший момент. Сейчас попробую показать. Сейчас остановлю запись и покажу. Мы всегда будем помнить, что нацизм сокрушил советский народ. Простите, что, бля? Подлежащие сказуемые утростепенные члены. Понимаю, что слов в порядок свободны в языке, в русском. Ну, блядь. Это двоякое толкование. Все прекрасно об этом знают. И случайностей не бывает. Фашизм сокрушил советский народ. То есть фашизм победил. Это не совпадение. Двоякости не допускаются в таких речах. Не советский народ сокрушил фашизм. А именно наоборот. Вы думаете, это совпадение? Ну, подумайте сами. Мы всегда будем помнить, что нацизм сокрушил советский народ. Ну, я не знаю, дебилом нужно быть, чтобы не понять, что в магии есть такой закон. Проведи некую церемонию на определенном уровне, и это произойдет в реальности. Скажи, что это уже произошло в прошлом, и это произойдет в будущем. Это будет программа, потому что вселенная так среагирует, что раз это уже произошло, значит, нужно выполнить эту. Но с другой стороны, все немножко иначе. Там есть нюансы. И об этом я все рассказываю на канале. Идем дальше. В масках почти никого нет. Там двое чудика почему-то в голубых кителях, именно в голубых. Вот это вот обрезанные крылья постоянно показывают. Потому что есть там нормальный символ, скажем так, нормальный герб. На одном здании, а на другом есть вот такой обрезанный. Специально показываются обрезанными крыльями. И это тоже не случайность. Ну, кто-то хочет верить случайности. Вот еще интересный момент. Какие-то белые ленточки наверху, знамен. Их раньше нигде не было, я смотрел. Нигде. Вот синий галстук. Что это? Капитуляция нахрен. Повесили белые какие-то ленточки, не знаю, бантики наверху. Именно на советские такие знамена. Раньше этого не было нигде. Повторю еще раз. Вон какие-то белые. Это новые кадры. На почти всех. Совпадения. Да что же, они просто ополчились. Просто все они здесь. Все эти совпадения. Китай, смотрите. Единственная армия, которая прошла и которая нападает. Угол. Смотрите, они идут в атаку. У них флаг вперед направлен. Они идут в атаку. Вопрос, кого нахер они атакуют? Единственный флаг, который под таким градусом. Сербия. Тоже черный галстук. И тоже идут в атаку, типа. Но у них немножко иная ситуация. Вот совпадение это или нет? Что это означает? Кто там специалист, либо реально паранойя разыгрался? Смотрим дальше. Все виды войск там были относительно. Но интересный нюанс. Если кто-то не верит, что эти совпадения имеют значение, давайте я вам расскажу немножко о... Если кому-то мало вот этого совпадения. Открытие генштаба. Разных многих нюансов. От места расположения до речи. От флагов. До разделения на символьном уровне, на магическом. Повторюсь. Если вспомнить, как работает магия на цифровом уровне, на квантовом уровне. Что нужно сделать на цифровом уровне. Неважно на каком. Как в магии вуду с куклой. Либо в компьютере с неким образом. Посмотрите на это. Парад это шествие победителей. Хочешь, чтобы это сделать что-то в реальности? Проведи некий ритуал. На ином уровне, на информационном. Вот оно. Это даже не полицаи. Это хуже соратники войны. Это армия, созданная для войны, для борьбы с народом. И судя по этому шествию победителей, параду, они нас победили. Они все показывают на определенном языке и заранее. Например, в Кингсмане 2, они показали весь коронавирус и наезд на Трампа. Трамп еще не был президентом. Враг знает будущее. Я знаю, как мыслит враг. Я знаю, что нам осталось очень немного времени. Потому что если экстраполяцию сделать того, что показали в Кингсмане, того, что происходит сейчас с коронавирусом, у нас есть максимум 5 лет. Пока эта армия не начнет реально, пока она не победит. Вот эта Росгвардия, так называемая, эта армия, созданная для войны с народом в случае чрезвычайной ситуации, теперь впервые в истории армия реальная, Минобороны будут подчиняться этой армии внутренней. Всегда было наоборот. Внутренние войска и милиция подчинялись армии при любой чрезвычайной ситуации внутри. Теперь эта армия у нас главная, и она прошла парадом, парадным маршем по Красной площади. Как вы думаете, соратники, все-таки может быть совпадение? Как вы думаете, воины, сколько у нас времени осталось до полного демонтажа не только СССР, но и РФИ? Потому что, судя по тому, что я увидел, и я расскажу еще в следующем ролике про Конституцию, идет демонтаж даже РФИ. Добра, воин, будь со мной. Прорвемся.